Дорогие братья и сестры, слава Богу, за эту возможность, что Господь еще раз дал нам собраться в Доме Божьем. Я сегодня вместе с вами хотел поразмышлять над словами из книги Святой Библии. Первое место, которое я хотел вместе с вами прочитать, это пророческое место, книга пророка Исаия, 7 глава, 14 стих. Итак, Сам Господь даст вам знамение, сидево во чреве, примет и родит Сына, и нарекут Ему имя Эммануил. Второе место, Новый Завет, Евангелие от Матфея, 1 глава, 28 стих. И 23 тоже, я начну. И все сие произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит, все дева во чреве, примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил. И добавляется к этому пророчеству Ветхозаветнему, что значит с нами Бог. Колоссянам 1 глава, 15 стихом, 16 и 17 стихи мы читаем. Это апостол Павел пишет. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, все им и все для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Сегодня, когда ехал на собрание, ехал на спевку, и музыка играла, вот этот знаменитый гимн «О кам, о кам, Эммануэл». Знаете, и как раз созвучивается с этими словами, как ожидали нашего Господа Спасителя, как народ ожидал его, это совершилось. Почему именно сегодня я хотел говорить об этом? Я вспоминал, когда мы учились в школе, когда проходили мифологию, и там было столько посвящено другим божествам, и только об Иисусе упомянулась одна строчка, или даже две, что это миф, что Иисус является мифом. Всего две строчки было сказано об Иисусе Христе. И вспоминая об этом, думаю, как сердце мое наполняется, когда читаешь вот эти слова, которые так дороги для тебя, что Иисус, о котором говорилось в Евангелии от Луки, и вот вам знак, младенец будет, найдете его, лежащего на соломе, в пеленах, в этих яслях. Что же этот младенец, который лежал на соломе, в яслях, там где скот, что к нему сегодня приковано такое множество людей, о нем сегодня так множество говорится. Кто же этот младенец, что небо пришло в движение. Я хотел вместе с вами поразмышлять и поговорить об этом, что сам Господь засвидетельствовал народу, дал пророчество, что написано, «Дева в очереве примет и родит сына, и на реку ты имя Эммануил, Дева в очереве». Это самое чудо, то, что Дева приняла и родила. Обычно женщины рождают, принимают, а здесь Дева. Это одно из чудес, которые сегодня есть в Слове Божьем, и многие мира этого, они не могут понять, они отвергают, а хотя люди могут сегодня, медицина, делать это. Почему Бог не может? Он дал за 700 лет это пророчество, что Дева примет и родит. И этот младенец, который лежал в яслях, не был просто младенец, ему дано имя Эммануил. Эммануил, что значит «с нами Бог». И поэтому я хотел особенно сегодня прочитать места, которые говорят об этом чудном Боге, о Боге, который был рожден так просто, не имея ни своего дома, никакого дворца, а хотя о нем в первой главе уже говорится, его родословие царское. Матфей пишет о нем, что он является царем. Читаем. Матфея, вторая глава. «Волхвы пришли в Востоке, где родившийся царь иудейский». Он действительно был царем. Младенец, который лежал среди скота на соломе, он был царем. И хотел бы вместе с вами посмотреть вот хотя бы некоторые места, которые говорят об этом чудном младенце, что он не только был, как ребенок, лежащий в яслях. И когда мы читаем Евангелие от Луки, первая глава, 35 стихом, Господь послал ангела своего к Марии, «И этот ангел говорит, что Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». Сегодня многие отвергают то, что люди говорят, то, что апостол Павел говорит, другие пророки или ученики, они как бы отвергают его. Мусульманский круг отвергает его, говорит, что нигде не говорится о нем, как только ученики его. Я хотел сегодня сказать, что это самим ангелам было сказано, что Святое наречется Сыном Божиим. Когда Иисус принимал крещение, само небо засвидетельствовало, и нельзя это отвергать. Все глаз небес глаголищи, этот глаз был, «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Это Сам Бог засвидетельствовал. Это Слово сегодня повествует нам, что Бог засвидетельствовал Его благоволение в Его Сыне. Его воскресение из мертвых открывает, что Он, Христос, Мессия, Сын Всевышнего. И, наверное, одно из необычных свидетельств Евангелия от Иоанна, и самые первые слова, где ученик его пишет, оно так необычно начинается. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». И третий стих. «И все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». То есть это Слово, Бог стал Словом, Тот, Который сотворил все, Он стал плотью. Знаете, не только, но и духовный мир Он сегодня признает Сына Божия. Знаете, когда читаем, что Сатана искушал Иисуса, когда он вышел на служение после крещения, и он говорит такие слова. «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни си сделались хлебами». Он хотел, чтобы Иисус сделал своей силой, как Бога, но Господь не послушал его. Когда мы читаем 4 главе 33 стихом, в Евангелии от Луки, там написаны такие слова. «Был в чинагоге человек, имеющий нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел, чтобы погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». И действительно, мир этот духовный знал, кто он. Когда читаем дальше, в 4 главе 41 стихом, мы читаем, что написано, «Ты, Христос, Сын Божий», а он запрещал им сказывать, что они знают, кто он. Марк 3 глава 11 стихом, «И духы нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, «Ты, Сын Божий». И много еще можно было мест провести. У него были не только враги, как вот духовный мир, но его были враги те, которые ходили, которые искали, чтобы уловить в чем. Матфея 9 глава с 1 по 6 стихи говорится об Иисусе. Враги Иисуса понимали, кто он был. Когда Иисус сказал расслабленному, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои!» Присем некоторые из книжек сказали сами в себе. В себе они говорили на слова Иисуса. Он богохульствует. Они боялись произносить это вслух. Они в себе говорили, а Иисус, зная, Иисус же, видя помышления, их сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Братья и сестры, Господь Иисус знает мысли. Кто может знать, как только один Бог? Иисус знает мысли каждого, и твои, и мои. Знаете, Иоанна, когда мы читаем в 10 главе, 30 стихом, Иисус как-то сказал такие слова, «Я и Отец одно». И знаете, какое возмущение произошло через тех людей, которые были начальствующие среди своего народа. И Иудеи сказали, 10.33 ему в ответ, «Не за доброе дело ходим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя равным Богом». Смотрите, то, что делал Бог, Иисус, кто мог это делать? Никто. И поэтому, когда Он сказал, «Я и одно», они хотели взять камни и побить Его. Но Его жизнь, Его дела, Его слова, они все возвращали, что Он действительно Бог. И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 19 главе, 7 стихом, «Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть». Почему? Потому что сделал себя Сыном Божиим. Они из-за этого распяли Его. Апостол Павел пишет в своем послании к филиппийцам во 2 главе, 6-7 стихом, говорит эти чудные слова, «Он об Иисусе, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». Интересно, когда читаем 7 стихом, «Но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком». Перевод один говорит, «Опустошил себя, сделал себя ничем, он был образом Божиим, но не посчитал хищением быть равным Богу, так уничижил себя, он по виду стал, как человек». Иисус, когда начинал свое служение, самое первое чудо, которое Он совершил, Он превратил воду в вино. Написано, «Он явил славу Свою», это Евангелие Теана, 2 глава, 11 стихом, «явил Господь славу Свою», когда Он благословлил хлеб и рыбу, явилась слава, это неповторимое чудо. Он явил славу Свою, когда воскрешал юношу, когда воскресил Лазаря, его слава явилась. Славу Он изгонял, когда Он изгонял бесов, потому что Он поступал, как власть имеющая, это была Его слава. Каждое чудо провозграшало Его славу и, конечно, Его учения. Никто никогда так не говорил, как власть имеющая, а не как книжники и фарисеи. Всех объял страх и славили Бога, и говоря, «Великий пророк восстал между нами», Луки 7, глава 16 стихом, «и Бог посетил народ свой». Эммануил, что значит «с нами Бог», это действительно исполнилось, это пророчество. Бог стал плотью. Когда Иисус шел по воде, чтобы спасти Петра, и когда Он спас его, бывшие в лодке подошли и поклонились Ему и сказали, «Истина, Ты – Сын Божий». Да, братья и сестры, Иисус является Сыном Божиим. Почему? Потому что к Нему люди прикасались и исцелялись, и Он имел эту силу. А помните на горе преображение, когда лицо Его, когда Его одежды засияли, и ученики увидели, и услышали из облака глаз глаголище, «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, Его слушайте». Отец вновь подтвердил, что Он является Богом, Божество. Ученики видели Его славу. Это царствие уже им было открыто. Иисус есть образ Бога. Он лежал в льву, как младенец. Это имя Ему – Эммануил. То есть, значит, «С нами Бог». Колоссянам 1 глава 15 стихом мы читаем, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Бог невидимый, но пришел на землю в Иисусе Христе. Бог явил в Иисусе Себя». И поэтому мы читаем, мы слышим, а сегодня рассуждаем об этом, что 33 года Иисус ходил по земле, провозглашая Свою силу, открывая Отца Своего, что имя Его – Эммануил, и с нами Бог. То есть, как Евангелие от Иоанна 1 главе 14 стихом сказано, «Слово стало плотью и обитало с нами». Как-то один мальчик, когда была буря, и когда они лежали, хотели спать, и началась эта буря, мальчик испугался, и говорит, «Папа, папа!» Отец ему через холод, говорит, «Не бойся, сын, я здесь, не переживай, ложись спать». Он сказал, «Я боюсь, я все равно боюсь». И ты же знаешь, что Господь с нами, Он окружает нас. Пауза такая. И потом мальчик, «Папа, я все равно боюсь. Чего ж ты хочешь? Я хочу, чтобы ты пришел, чтобы сын увидел образ Отца Своего, лицо, его плоть, его руки. Вот так Сын Божий пришел на эту землю. Дитя в яслях – это Божий Сын во плоти, Творец принял плод человеческую». И когда мы читаем Евангелие евреям в первой главе, что говорит, что Бог многократно и многообразно говоривший людям. В пророках в последнее время Он говорил в Сыне Своем. И третий стих говорит, «Сей, будучи сиянием славы, образ ипостаси Его, держа все, словом силы Своей, совершил с Собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Образ Бога, братья и сестры, Бог стал плотью. И не только еще об этом говорится в Коринфянам, первая глава, тридцатым стихом. От Него и вы, во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением. Премудростью, братья и сестры. Бог действительно, и в Иисусе Христе была вот эта премудрость. И напрасно люди искали, чтобы уловить Его слове. Когда с динарием подошли люди, хотели уловить Его, ну, тут все уже, никуда не денешься. Но Господь сказал, принесите динарий. Чье изображение? И смотрите, Божье Богу отдавайте, а кесаре кесаре. Или эти саддукеи, которые хотели уловить Его в воскресенье, не знайте Писания, заблуждайтесь. Господь сегодня видит мысли человека, когда Он сказал Нафанаилу, что Я видел тебя под смоком, и тогда вдруг этот человек сказал, Ты, Сын Божий, Ты, Царь Израилев. Для чего вы мыслите худое, Иисус говорил людям. Иисус видел мысли их, и Он понимал все, и поэтому от Христа ничто не было сокрыто. И Иисус, Эммануил, образ невидимого Бога. Божие благоволение было на Нем, потому что Слово стало плотью. Он всемогущий. Евангелие от Матфея, 28 глава, 18 стихом написано. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Он им по праву имеет, братья и сестры, эту власть. Слава Богу за это, что мы имеем вот этого Эммануила, который с нами. Колоссянам 1 глава, 18-19 стихом. Он есть глава, тело церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Ему все принадлежит, и все для Него. Иисус с нами Бог, Эммануил с нами Бог. Что это сегодня дает нам, братья и сестры? А это дает Божие присутствие. Бог был с Авраамом. Он говорил, не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя велика. Моисею говорил, я буду с тобою, и вот тебе знамение. Он говорил, будь тверд и мужествен Иисусу Навину. Исайя говорит, не бойся бы я с тобою. Это все обетование. Обетование. Эммануил, Бог с нами. Это прекрасно сегодня сознавать. Сегодня Господь Иисус с нами. И на протяжении тысячелетий Бог не оставлял народ свой. Он проводил через трудности. Он никогда не оставит. Младенец, который лежал в яслях на Соломе, Эммануил, с нами Бог. Ох, братья и сестры, слава Богу за это. Знаете, как важно слушать и понимать. Понимать его тогда, когда он говорит. Вчера мне жена рассказала, говорит, слушала по радио, такое простое свидетельство. Женщина ехала по дороге, и вдруг ей голос, хайвей, говорит, сверни с этой дороги на другую, то есть с одного пути на другой. Она говорит, а что это я буду сворачивать с этой дороги на эту? Я еду спокойно, никто мне не мешает. Голос опять говорит, сверни на эту рядом дорогу, то есть на второй путь. Она все равно не слушает. И потом все-таки, она говорит, ну ладно, сверну. Только она свернула, вот секунды какие-то, какой-то шум, сзади ехал трак, и от него оторвалось колесо, и прямо в это место, когда она ехала. И она тогда поняла, Божие присутствие, когда Бог, Духом Святым, Он говорит нам, Он побуждает нас что-то делать. Как бы хотелось быть послушным этому голосу, послушен Богу. Его слушайте, братья и сестры. Слава Богу, что за эти тысячелетия исполнилось вот это пророчество. Эммануил, Господь с нами. Слава Богу за эти чудные обетования, что Он с нами, что Он спасает, Он будет спасать, Он будет спасать народ свой, Он проведет до этой вечной цели, где мы встретимся со всеми нашими родными и с близкими, увидим Господа, как Он есть. Эммануил, Бог с нами. Пусть имя Его сегодня будет возвеличено. Поклонимся Ему, принесем Ему славу, Он достоин. Пусть в эти, особенно вот, рождественские праздники, то, что совершил Бог, оставил славу неба и стал, как человек, подобный нам. Слава Богу! Поклонимся Ему и принесем славу и честь. Аминь. Слава Богу! Слава Богу!